Здравствуйте! На прошлой лекции мы с вами дали определение теплового излучения и рассмотрели законы Киргофы, закон Стефана Больцмана и дали определение закона смещения вина, который показывает смещение положения максимума функции Киргофа по мере возрастания температуры в область коротких длин вон. Вот как показано в слайде. Закон Вина объясняет, почему при понижении температуры нагретых тел в их спирте все сильнее преобладает длинноволновое излучение, например, переход от белого коленя в красное и при остывании. Но из рассмотрения законов Стефана Больцмана и Вина следует, что термодинамический подход к решению задач о нахождении универсальной функции Киргофа не дал желаемых результатов. Следующая попытка вывода зависимости универсальной функции Киргофа от длины волны или частоты были сделаны английским ученым Релеем и Джинсом. Они применили к тепловому излучению методы статистической физики и воспользовались классическим законом равномерное распределение энергии по степеням свободы. Формула Релеем и Джинсо для спектральной плотности энергетической светимости, полученная ими, представляет из себя вот такой вид, где КТ – это средняя энергия осциллятора с собственной частотой ню. Как показывает опыт, формула Релеем и Джинсо работает в области малых частот и больших температур. В области больших частот формула Релеем и Джинсо резко расходится с экспериментом, а также с законом смещения вина. Кроме того, оказалось, что попытка получить закон Стефана Больсмана из формулы Релеем и Джинсо приводит к абсургу. К абсургу. Действительно, вычисляя интеграл от Рнё Тднё в пределах от нуля до бесконечности, у нас получается, что энергетическая светимость должна быть равна бесконечности. В то время как по закону Стефана Больсмана энергетическая светимость должна быть пропорциональной четвертой степени температуры. Этот результат получил название ультрафиолетовой картострофы. И таким образом, в рамках классической физики не удалось объяснить законы распределения энергии спектра чёрного тела. В области больших частот хорошее согласие с опытом даёт формула ВИНа. Закон излучения ВИНа, который представлен на слайде, где С и А – это постоянные величины РНЮТЭС, какая на плотность энергетической светимости чёрного тела. Значит, но в области низких частот законы ВИНа имеет расхождение с экспериментальной зависимостью. Правильное согласующееся с опытными данными выражение для спектральной плотности энергетической светимости чёрного тела было найдено в 1900 году немецким физиком Планком. Значит, согласно классической физике, энергия любой системы может изменяться непрерывно. Планк предложил свою гипотезу. Квантовая гипотеза Планка заключается в следующем, что атомные осцилляторы измечают энергию не непрерывно, а определенными порциями квантов. Причём энергия кванта пропорциональна частоте колебаний. То есть Е равно H умножить на ню или Hc делённое на лямбра. Можно выразить, как H с чертой умножить на омега, ди омега – это циклическая частота, равно 2 пеню, а H с чертой – это H делённое на 2 пеню. А H – это постоянная планка, которая равна 6,63 на 10 минус 3 четвертых степень джоли умножить на секунду. Так как излучение испускается порциями, то энергия осциллятора может принимать лишь определённые дискретные значения, кратные целому числу элементарных порций. То есть Е будет равно N умножить на Е нулевое. Или N умножить на H, где N – это целые числа. То есть принимают значения 0, 1, 2 и так далее. В данном случае среднюю энергию осциллятора нельзя принимать равной КТ. При оближении, значит, что распределение осцилляторов по возможным дискретным состояниям подчиняется распределению Больцева на средней энергии осциллятора, Е будет определяться как H, делённое на Е степень, H, делённое на КТ, минус 1. И аспектарно-плотосинергетической светимости чёрного тела определяется по формуле, которая называется формулой Планты. Вот она представлена на слайде. И эта формула блестяще согласуется с экспериментальными данными по распределению на этих аспектах излучения чёрного тела во всём интервале и частот, и температур. Но теоретический вывод этой формулы был дан Максу Планкам в декабре 1900 года на заседании немецкого физического общества. Этот день стал датой рождения квантовой физики. Но что надо сказать, что формула Планка, из формулы Планка мы можем получить частные формулы законов тепловозлачения, а конкретно формулу Релли и Джинса можно получить, формулу Вина, закон смещения Вина и закон Стефана Больцмана. То есть получить из формулы Планка все частные законы тепловозлачения. Это говорит о том, что формула Планка не только хорошо согласуется с экспериментальными данными, но и содержит в себе все частные законы. Так, и решение стало возможным благодаря реализационной квантовой гипотезе Планка. Значит, надо сказать, что законы тепловозлачения используются для измерения температуры раскаленных и самосветящихся тел, например, звезд. Методы измерения высоких температур, использующие зависимость патриарной плотности энергетической светимости или интегральной энергетической светимости тела, температур называются оптической пираметрией. А приборы, используемые для определения нагретых тел по интенсивности их теплового излучения в оптическом диапазоне спектра называются пирометрами. И в зависимости от того, какой закон теплового излучения используется при измерении температуры тела, отличая традиционную световую яркость на температуру. Значит, тепловое излучение имеет широкий спектр применения в различных областях науки и техники, например, в астрофизике, при изучении свойств и состава звезд и других небесных объектов. В термодинамике помогает изучать тепловые процессы энергетической системы, значит, играет важную роль в оптике. Тепловое излучение используется в термографии для измерения температуры объектов, в обнаружении тепловых аномалий, в энергетике, используется для создания различных источников излучения. Но у нас вообще первые свечения раскаленных тел используются для создания источников света, первые из которых лампы накаливания и туговые лампы были, соответственно, изобретены русскими учеными и Ладыгина в 1873 году, и Яблочко в 1876 году. Ну, на этом мы заканчиваем рассмотрение теплового излучения. В следующий раз мы рассмотрим явление фотоэффекта. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok